Самарские предприятия Самарские предприятия примут участие в строительстве нового завода по производству жиженого газа. Речь идет об РКЦ «Прогресс» и Тежмаш, а также о заводах нефтехимического комплекса. Эта новость прозвучала на расширенном заседании регионального союза работодателей. О реализации самых амбициозных проектов наш следующий материал. Крупнейшие проекты – масштабные подряды. Уже в течение месяца определится участие самарских предприятий в реализации масштабной стройки компании «Новотек». Сегодня есть планы разместить в РКЦ «Прогресс», Тежмаш и еще на шести заводах производство оборудования для нового предприятия по производству жиженого газа. Информацию по проекту «Ямал-СПГ» озвучил совладелец «Новотека» Леонид Симановский на расширенном заседании регионального союза работодателей. По его словам, крупнейший акционер компании Леонид Михельсон поддержал идею отдать приоритет самарским предприятиям. Сегодня «Новотек» делает «Ямал-СПГ» обществом из проекта 28 миллиардов долларов. Это получается полтора триллиона рублей. Сегодня на площадке на севере работает 65 тысяч работающих, а в общей массе в этом проекте задействовано 350 тысяч работающих по всей стране. Так вот мы с ним говорим, давай повернемся лицом Самарской области, давай сделаем так, чтобы предприятия Самарской области были основными подрядчиками на следующую очередь «Ямал-СПГ» и «Ямал-СПГ-2». Самарский промышленный комплекс сегодня на подъеме. За последние три года создано 39 новых современных производств. По словам Николая Меркушкина, областные власти ставят более амбициозную задачу не только возродить в полном объеме экономические возможности Самары. Научно-производственный потенциал позволяет рассчитывать на ведущую роль в стране и в мире. Для этого необходимо заручиться весомой поддержкой из Центра. Стратегическая задача – привести как можно больше своих представителей в федеральное законодательное собрание на выборах 18 сентября. Об участии регионов в предстоящих выборах Николай Меркушкин говорил и на встрече с активом самарских предприятий. В зале спорткомплекса «Грация» собрались около полутора тысяч человек. В том, что явка будет хорошая, сомнений нет. Есть вопрос, какова будет картина на фоне других регионов. Я уверен, что результат у нас будет целый, нормальный, но по поводу своих будет другого. Мы победили. Причь идет не обо мне. Мы победили, но победили мы соседи наши, которые хотят явиться намного больше, продаваться намного лучше. Как мы по сравнению с ними. Или мы будем лидеровать, одни из лидеров. Или мы будем укреплять этот панцирь. Или одни с полным правом просить, требовать. Или, как честно говоря, люди, не пришедшие на выборы, не умирали, не юридического права, что-либо требовать от власти. Самое важное, для чего мы собрались, для того, чтобы обозначить нашу активную позицию, лично наших коллективов, и с тем, чтобы действительно эти выборы показали всей стране, что сама, как сама, все, вернее, непосредники, неравидоточны. Сегодня самой власти нужна поддержка. Непростая внешнеполитическая обстановка и санкции западной стороны в таких условиях живет государство. При этом реализуя самые смелые задумки в промышленности, науке, спорте и культуре. Если народ докажет свою сплоченность, позиции страны на мировой арене усилятся. Марина Кравцова, Олег Зверев, Максим Гусев. События. Более 160 миллионов рублей в Самаре выделили на ремонт улицы Осипенко. Впрочем, слово «ремонт» здесь, наверное, не совсем точное. Скорее, речь идет о реконструкции. Потому что обновлять планируют все. От тротуаров и проезжей части до скверов. Работа уже выполнена наполовину. Когда ждать полного преображения, знает Алина Чемерис. Комплексный ремонт улицы Осипенко на участке от Мичурина до Лесной начался в июне. Уже обновили проезжую часть. В середине сентября здесь закончат укладывать плитку. Новое покрытие очень прочное и может выдержать вес легкового автомобиля. Ремонт идет по современным технологиям. Но есть и сложности, связанные с подземными коммуникациями. Сложность данного участка заключается в высоком залегании колодцев, водоканала и предприятиях подцеповых сетей. Справляемся, понижая, убирая лишние кольца колодцев и опуская уровень колодцев. Всего на обновление улицы Осипенко выделено 163 миллиона рублей. Здесь приведут в порядок дорогу, обновят бордюрный камень, ограждение, тротуары, нанесут свежую разметку, благоустроят газоны, оборудуют места для прогулок и отдыха. Для слабовидящих жители положат специальную тактильную плитку. Приведут в порядок и сквер на площади Героев 21-й армии. Гарантия на комплексный ремонт 5 лет. Если в это время здесь обнаружат дефекты, подрядчику придется устранять их за свой счет. За ходом ремонта пристально следят городские службы. Качество работ контролируют на каждом этапе. Осуществляется контроль подготовки основания, щебеночного, песчаного основания, устройства плечного покрытия. Производится замеры выполненных работ. По асфальтобетонному покрытию производим проверку фрезерованного основания. Далее после укладки выравнивающего слоя производим кернение. По получению результатов, если все положительное, как у нас это на данном участке, то идет допуск к устройству верхнего слоя. За ремонтом улицы наблюдают и жители. Их замечания и предложения подрядчик учитывает. Люди уже видят изменения. Благоустроился наш скверик. Появились клумбы красивые. Появились зоны отдыха. Появились площадки, где можно погулять с детьми, отдохнуть. Улицу Осипенко приводят в порядок по контракту, рассчитанному на два года. Полностью обновленная. Она встретит жителей в конце августа 2017-го. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Ответы на все интересующие вопросы жителей советского района Самары узнали о вакансиях, которые готовы им предложить компании города, и о социальных льготах для своих детей. Все это стало возможно в рамках проекта «На связи с губернатором», который стартовал в 2013 году, сейчас набирает обороты. Какие профессии наиболее востребованы и в чем нуждаются молодые родители, узнали наши корреспонденты. Всю важную информацию о трудоустройстве можно получить прямо здесь, у специалистов центра занятости. Кроме того, на столе собрано множество брошюр для самых разных соискателей, молодых специалистов, инвалидов. Есть информация о том, как составить резюме и пройти собеседование. И прямо на месте можно получить консультацию по вакансии. Вот, допустим, мы ищем по специальности экономист место. Сколько есть вакансий сейчас в Самаре? На сегодняшний день 18 вакансий экономиста. Работу экономистом как раз ищет Светлана Моряскина, поэтому и заинтересовалась программой «Работа для каждого» в рамках проекта «На связи с губернатором». Пришла узнать, какие вакансии существуют, свободные, вакантные, ну и в работу найти. Закончила Академию управления Самарского, профессии хотелось бы. Встречи, тема которых трудоустройство, проходят в разных частях Советского района, специально для удобства жителей. Здесь рассказывают о правах трудящихся, о мерах поддержки молодых специалистов, помогают соискателям оформить все необходимые бумаги. Заявить о том, что они безработные, допустим, подать свои документы, центр занятости их консультирует, то есть каким образом, может быть, зарегистрировать или подобрать им работу. А предприятия, которые здесь, у них есть вакансии, которые они сразу могут предложить. Сейчас больше всего востребованы рабочие специальности, однако занятие по душе может найти любой желающий. Сейчас в базе службы занятости населения около 25 тысяч вакансий. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Настоящий праздник для всех. Бабушки и дедушки поют любимые песни. Дети занимаются творчеством и соревнуются в веселых стартах. А родители проводят время с пользой. В рамках проекта на связи с губернатором для них был организован стол консультаций. Специалисты Центра семьи и социальной помощи ответили на все вопросы волнующих граждан. Конечно, то, что устроили, хорошо, потому что сейчас социальные работники здесь объясняют, а так в обычный день к ним трудно пробиться. Хотя в последнее время госуслуги стали доступны. Семья – одно из главных направлений проекта в этом году. Мамы и папы заполняют анкеты, пишут свои обращения по желанию губернатору, а также получают буклеты, где есть вся необходимая информация о государственной поддержке материнства и детства. Именно в этом году впервые реализован проект по тематическому направлению «Семья», и он ушел именно во дворы, чтобы охватить как можно большее количество, ну, прежде всего, наших жителей советского района. И я считаю, что это большая помощь и подспорье нашим жителям. Встречи с жителями в рамках проекта «На связи с губернатором» проводятся для того, чтобы власть не только была в курсе актуальных проблем горожан, но и быстро и эффективно решала их. В Советском районе эта встреча уже восьмая, и они охватили почти всю территорию. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. На заводском шоссе в Самаре нашли склад с 3,5 тоннами паленого алкоголя. Полицейские считают, что организовал его 29-летний житель Самары. Во время облавы силовики нашли там 3,5 тысячи литров маркированной и немаркированной алкогольной продукции, в том числе коньяк и водку известных марок. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело обманутых дольщиков «Волга-групп» отложили до декабря. Экс-директоров Евгения Аброськина, Владимира Зотова и Константина Зиневича обвинили в мошенничестве, от которого пострадали 624 дольщика. Они отдали деньги на строительство жилищных комплексов «Монглан», «Альбатрос», «Молодежный 1,2», а также коттеджного поселка Дубрава. Обещанные квартиры люди так и не получили. В 2010 году было возбуждено уголовное дело. В суд его передали в июне 2015 года. Теперь же назначена дополнительная бухгалтерская финансово-экономическая экспертиза, для проведения которой отвели время до декабря. Первые восходы по маршруту Самара-Сызры начнут ходить 20 августа. Это модернизированные суда, которые смогут принять на борт до 70 человек. Кроме того, уже в будущем году начнется ремонт самарского пассажирского речного порта. Предполагается его сделать максимально комфортным для пассажиров. Жилье на вторичном рынке региона продолжает дешеветь. Самая высокая средняя цена одного квадратного метра в Самаре – чуть более 60 тысяч рублей. Самая низкая в Октябрьске – 24,5 тысячи. По сравнению с летом прошлого года цены снизились почти на 11%. При этом снять однушку в Самаре можно, начиная от 11 тысяч рублей. Речь в таком случае идет о малосемейке. Стоимость же аренды элитного жилья доходит до 50 тысяч рублей в месяц. «Яблочный день» в Самарском литературном музее перенесен на 3 сентября. Ранее его проведение было анонсировано на 20 августа. В «Яблочный день» в усадьбе Алексея Толстого посетители смогут всей семьей принять участие в серии оригинальных массовых мастер-классов, которые объединят всех желающих за одним праздничным столом. Праздник целого двора. Медовый спас отметили в промышленном районе Самары. На концерты медовые угощения собрались жители нескольких домов. О секретах соседской дружбы репортаж о Валерии Макаровой. С песнями и танцами отмечают здесь медовый спас. В Большом дворе на улице Демократическая – это уже традиция. «Мы вообще с соседнего двора пришли. У нас дети сегодня будут выступать, петь на этом празднике. Мне праздник хороший, мне нравится такой домашний, уютный. Как-то все вот так вот внутри двора, и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Хороший праздник». «Дети старшие участвуют в празднике, младшие вот сидят, слушают. Все замечательно». «У нас хороший микрорайон, у нас всегда хорошие праздники проходят. Поэтому мы всегда радуемся, когда какие-то интересные события происходят в нашем дворе». Когда-то прямо в центре этого двора хотели построить высотку. Жители объединились и сделать этого не позволили. С тех пор дружны во всем. Соседские праздники помогает организовывать районная администрация и депутаты. «Таким людям всегда хочется прийти на встречу и помочь. Главное не то, что вот пришли, сели, посмотрели, ушли, а сами дети участвуют в этом концерте. Они танцуют, пляшут. Хорошее настроение у всех, у бабушек, у мам, у детей. Но это всегда радует нас». Импровизированная сцена прямо во дворе привлекла десятки жителей. Для сладкоежек по случаю медового спаса накрыли стол с угощениями. По традиции здесь пряники, блины, булочки и баранки. И, конечно, мед. Валерия Макаров, Константин Головин. События. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Репетиция ЧП. Самарские коммунальщики учатся ликвидировать последствия аварий на котельных. Медпомощь шаговой доступности. В 4-й городской больнице открылось отделение восстановительного лечения. Здесь будет Космоград. Самарцам представили проект нового парка. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в твит. Присмотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова